Добрый день, в эфире телеканал НТС новости в студии Елена Яковлева. В Узгене расстреляли машином. Два человека убиты. Нападение случилось сегодня ночью. В полчетвертого утра в территориальную больницу были доставлены раненые, но спасти их не удалось. Одному выстрелили в грудь, другому в голову. Они скончались. По информации Управления внутренних дел Ужской области, трое граждан находились в позднее время в автомашине марки «Хонда» по улице Ленина. Внезапно к машине подошли неизвестные и открыли стрельбу. Из троих выжил лишь один мужчина, который сидел на переднем пассажирском сидении. Досудебное производство начато по статье «Убийство». Убийц разыскивают назначенные экспертизы. В рамках расследования по данному делу проводятся соответствующие экспертизы. Этим занимается следственно-оперативная группа МВД Ужской области и районное отделение милиции Узгенского района. По предварительным данным, погибшие занимались продажей продовольственных товаров и причина конфликта связана с этим. Есть информация, что погибшие имели отношение к криминальным кругам. Данная информация еще уточняется. Сейчас мы не можем точно сказать причину смерти. Терроризировал и довел до попытки самоубийства. В милиции сообщили, что по подозрению в ряде противоправных действий в отношении гражданки задержали члена УПГ. Сообщается, что мужчина преследовал женщину, вымогал у нее деньги, угрожая физической расправой. Она была вынуждена продать свою машину и отдать вымогателю 5000 долларов. Но и он на этом не остановился. Продолжал требовать деньги. Потерпевшая была доведена до острого стресса и попыталась покончить с собой. По этой статье доведение до самоубийства в отношении задержанного и начато расследование. Сообщается, что мужчина ранее судимый член УПГ. Прикрывали налогоплательщиков, за что требовали взятки. Двое сотрудников фискальных органов отделений налоговой службы Свердловского и Ленинского районов выдворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Сотрудники этого ведомства и отследили преступную схему. По данным спецслужб, налоговики получили от бизнесменов 240 тысяч сомов в качестве вознаграждения за содействие в уклонении от уплаты налогов. Подозреваемые использовали фиктивные документы, на основании которых занижали налоговое отчисление по ввозимым товарам народного потребления в республику. Насколько опасно жить в Бишкеке? Именно такой вопрос сегодня стоит перед жителями вследствие строительства в столице. Об этом сегодня заявил министр чрезвычайной ситуации Бобик Аджикеев на заседании в Бишкек глав архитектуре. Там обсуждали застройку города члены Кабмина, стройкомпании и работники архитектурного ведомства. Министр, обращаясь к предпринимателям, отметил, что многоэтажные дома возводят хаотично, вокруг них вырубаются деревья, тротуары приносят в жертву. Воздуха в городе уже нет, но стройбизнес преследует лишь свои меркантильные интересы. Каким-то образом, отмечает глава МЧС, ответственные структуры позволяют сдвигать красные линии ради увеличения или элементарного умещения возводимых объектов на имеющихся участках. О стоянках речи нет, как и о соблюдении единого архитектурного стиля. Сегодня также упомянули план детальной планировки Бишкека, который был отменен на основании многочисленных жалоб и протестов горожан. На него, как было отмечено, потратили 24 миллиона сомов. Истекает и срок действия генплана столицы. К 2025 году нужно представить новый документ, но на его разработку тоже нет денег. Городсовет, как выяснилось, практически не собирается. Вместо 36 рабочих заседаний за прошедшие два года состоялось лишь три. Не все предприятия также подготовили интерактивные карты. Срок был до середины марта. Готовы лишь карты Северэлектро и Теплосети. А вот Газпром и Бишкек ВДКанал до сих пор в процессе. Дети должны почувствовать, что на родине они найдут приют и заботу и защиту. Такое мнение выразил сегодня президент Сандр Джапаров, навестивший ребят, возвращенных из Ирака. Напомним, это 79 детей, которых 16 марта привезли спецбортом в Кыргызстан из этой ближневосточной страны. Сегодня они находятся на реабилитации в одном из детских центров Чуйской области. Там главе государства показали, в каких условиях в данный момент проживают репатриированные дети и как с ними работают специалисты. В частности, психологи, воспитатели, педагоги ведут занятия по ресоциализации малышей для дальнейшей передачи их родственникам. Отметим, это 38 мальчиков и 41 девочка в возрасте от 2 до 18 лет. По словам Сандра Джапарова, все они наши граждане, по разным причинам оказавшиеся в стране, где жили в условиях боевых действий. Теперь они должны понять, что жить дома в Кыргызстане будет безопасно и комфортно. А для этого госорганам следует предоставить ребятам защиту и обеспечить их права на получение всех гарантированных услуг. Этой весной бешкекчане снова останутся без праздника, но УРУС в столице отменен. В мэрии сообщили, чтобы не ухудшить эпидситуацию на территории города, решено ограничить проведение торжеств массовых гуляний на эти выходные. По-прежнему в ежедневной статистике больше всего случаев заражения в Бешкеке и Чуйской области. Госсанопеднадзор сообщает, что в городе с начала года вывалино 2500 фактов заражений. В соседних столицах уже наблюдается напряжение. Алмата ввела запреты на работу торговых центров и мест скопления людей и даже ограничила часы работы общественного транспорта. В Ташкенте действуют запреты на массовые праздники. Тем более, подчеркивают, в мэрии в Бешкеке стало больше детей, болеющих ОРВИ и гриппом. А вот в южной столице напротив празднование пройдет масштабно. Никаких отмен и запретов нет. На площади состоится большой концерт с участием звезд эстрады, танцевальных коллективов, с проведением традиционных конкурсов и соревнований по национальным видам спорта. К слову, за аналогичный период времени в Аше также было выявлено 2500 заразившихся коронавирусом. Ну и данные по ковид на сегодня все еще тревожные. Прирост, похоже, закрепился на цифре в 100. Если бы точные, это 96 новых заболевших с диагнозом не больничная пневмония и лабораторно подтвержденный ковид. В Бешкеке зарегистрировали 43 случая, в Чуйской области – 35, на Исакуле – 8. В других областях несущественный прирост. Чуть более 300 пациентов лечатся дома. В больницах республики находится 400 человек, в том числе 20 в крайне тяжелом состоянии – 108 в тяжелом. За сутки в стране от коронавируса скончались двое. Оба умерли в Бешкеке. А между тем ВОЗ все-таки рекомендует продолжить использовать Астразенеком. В организации заключили, что преимущество вакцины перевешивает ее риски. Там отметили, что сегодня многие государства приостановили ее применение в прививочной кампании из-за некоторых побочных эффектов. Появились сообщения о случаях нарушения свертывания крови у лиц, получивших вакцину. В ВОЗ отметили, что доказательств прямой связи препарата и случаев последних нет. В рамках широкомасштабных кампаний вакцинации страны обычно сигнализируют о потенциальных побочных эффектах после иммунизации. В организации добавили, что вакцинация против COVID-19 не снизит заболеваемость или смертность от других причин. Известно, что тромбоэмболические осложнения возникают часто. Венозная тромбоэмболия – третье по частоте сердечно-сосудистые заболевания в мире. Так говорится в заявлении ВОЗ. На этом у нас пока все. Смотрите наши дальнейшие выпуски новостей. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok